Так, ну что дорогие друзья, всем доброе утро, доброе утро, hello, мы начинаем 160 урок, 160 урок по книге Мишли, настойчивость это самое важное качество, которое только есть у человека, и если есть настойчивость, то все остальное это достижимо, решаемо, а вот настойчивости у большинства людей нет, к сожалению, нет и настойчивости, и этим объясняется, что люди не дореализовывают свои невероятные возможности, которые есть в каждом из нас, всем доброе утро, шалом, и прямо я вот, чем больше учу Мишли, тем больше понимаю, какая невероятная есть сила божественная в каждом человеке, и какая сила огромная есть прям, да, вот это вот по изменению мира, и как большинство людей просто вот вообще не знают, как ее пользоваться, мне напоминают люди, как если бы вот кому-то подарили компьютер такой, знаете, новый мак такой, да, красивенький, а он говорит, о, какая удобная штучка, орехи колоть вообще, я буду орехи колоть, и на нем я еще буду кушать, вот я буду на нем резать еще салатик удобно, а ему говорят, слушай, так он же открывается, там есть компьютер, он говорит, я не, я, говорит, этим пользоваться не буду, это для меня слишком сложное приспособление, я буду на нем только орехи колоть и бутерброды резать, вот так большинство людей, которые не понимают вообще, что у них на голове, что душа, доступ, знаете, как есть Wi-Fi, есть Wi-Fi, связь с Богом, Создателем мира, вообще, я даже вам больше скажу, что вот я сегодня молился в Синагоде, молитву Шахарит, и понимаю, что вот мы слова произносим, Бог, Хозяин мира, Создатель, там, Царь Мировый, вот как бы я сейчас с тобой буду разговаривать, и вообще никто не вникает в слова, потому что если бы хоть кто-то вникал реально, кому обращается и от всего сердца обратился бы, то вообще все вопросы решились бы в три секунды, вот просто так, в три секунды, а все как бы так слова произносят, ну, вроде как бы, да, в синагогу пришел, но так реально, чтобы верить, вообще, я очень мало людей таких видел в жизни, и, но опять же, когда есть вера, такая настоящая, вот тут опять мы приходим к настойчивости, потому что самый крутой мудрец за всю историю еврейского народа, это был, ну, один из самых известных мудрецов, это был Раби Атива, а что нам известно про Раби Атива, что он в сорок лет, когда он, ничего у него в жизни не складывалось, и он был пастух такой вообще сорокалетний, неудавшийся, а даже пастух, наверное, он тоже был неудавшийся, и он, значит, шел и пытался он Тору учить, у него там, вышла за него замуж дочка олигарха, которая сказала, что я вижу в тебе великую душу, а он, ну, то есть папа ее выгнал из дома, а он, значит, как был пастух, так и есть, он попытался Тору учить, но у него не получилось, и он шел, значит, такой, ну, представляете, депрессия у него какая, сорок лет, значит, ну, вообще, жили они, у них даже не было кровати, они на сеновале жили, солома, и он такой живет, идет, значит, со своими овцами по дороге, и тут он, значит, остановились они воды попить, а там вот хорошо, почему хорошо быть пастухом? Ну, пастух, у него все время, все наши правоцы по этому были пастухи, они все время были в размышлениях, то есть ты, как бы, ни с тем не общаешься, тебе поговорить не с кем, и ты на природе, птички поют, вот это вот, знаете, такая медитативная история вся, и, значит, он все время был в таком состоянии, таком, как сейчас бы сказали, трансовое состояние погруженности в свой внутренний мир, и тут он стоит, смотрит, как овцы пьют водичку, а там, знаете, как родник, вот это вот в Израиле есть такие леса такие, да, и там родники, и родник, и капает вода, капает вода на камень, и она делает дырку в камне, и он такой смотрит, как вода сделала дырку в камне, и он такой говорит, если вода, мягкая вода, сделала дырку в камне, так неужели же слова Торы, которые огонь и вода, которые, ну, вот эта мудрость великая, которая история, она что ли не сделает мне, не войдет ко мне в мой мозг, и не выстроит меня той личностью, которая реально, с которой должен быть человек, он говорит, выстроит, и он пошел, значит, вернулся и пошел со своим сыном в Хедер, у него сын как раз в то время пошел в Хедер, то есть 3-4 года ему было, и он начинал только учить Тору с нуля, и он начинал учить Тору с буквы, Алиф Бет, и Раби Акива, он понял, что ему надо было, почему он не мог схватить глубинную мудрость такую, да, у него не было исходного материала, у него не было базы, школы, и когда он начал с нуля, и он прошел Алиф Бет, вот это, кстати, я думаю, проблема большинства людей, которые начинают учить Тору в возрасте, они начинают, слушают уроки, там что-то Исхак рассказал, что-то там еще кто-то рассказал, и они по верхам нахватались, а оно не входит, то есть оно не ложится на их внутренний мир, потому что внутренний мир заполнен Винни-Пухом и Пятачком, которые с детства их как бы присанули туда, и у каждого живет внутри свой Винни-Пух и свой Пятачок, и значит, и волк, ну погоди, и заяц, и еще и Том и Джерри там внутри бегает, у каждого, кто меня сейчас слушает на русском языке, я уверен, что там целый зверинец внутри из этих всех мультипликационных персонажей, да, и значит, Раби Акива, которого у него этого зверинца не было, но все равно у него там тоже была какая-то его, он говорит, что я к мудрецам относился как осел, я, говорит, хотел бы их сгрызать, говорит, как осел кусается, да, так он пошел он в хедер, и он начал с нуля загружать себе новую программу, вообще новая личность, новая программа, и он пошел, значит, начал учить Алиф Бет, потом пошел по первому кругу, все прошел, и когда он создал себе вот эту первую базу изначальную, тогда он пошел уже, естественно, быстрее, чем сын, вышел из хедера и шел слой за слоем, слой за слоем, закладывая фундамент, фундамент, таких вот фундаментальных таранических основ, и дальше он пошел к самым великим мудрецам той эпохи учиться, а дальше, естественно, что есть такое выражение, что Шимуша Ашель Тура и Терг Дула Мили Муда Ашель Тура, что Шимуша это как служение мудрецам, это больше, чем изучение Торы, потому что когда ты находишься рядом с мудрецом, то ты видишь не только то, что в книжке написано, а ты видишь Тору живую, живую Тору, и он пошел к самым крутым мудрецам, и он от них не отходил, он даже прятался под кроватью, чтобы посмотреть, что они по ночам делают, как они себя ведут, потому что его спрашивают, как, ну, его учитель, представляете, он такой заходит домой, а под кроватью радиатива лежит, значит, ждет его, ну, не ждет, а прячется, чтобы узнать, а он ему говорит, как, он говорит, мне учить Тору надо, я, говорит, у меня времени нет, у меня, говорит, ну, то есть я уже в возрасте, мне надо, значит, все быстро охватить, всю мудрость, вот так надо учить Тору. Хорошо, все, если Елена и Алекс уже с нами, доброе утро, значит, мы можем уже спокойно переходить к 21 глава, мы остановились где? Мы остановились на отрывке, значит, мы остановились на отрывке такой, значит, что давать, помогать людям в тайне, это хорошо, это гасит гнев Бога, гасит гнев Бога на, если есть гнев Бога на человека, то когда ты даешь вскрытно, то есть все идет мера за меру, когда ты кому-то помогаешь скрытно, скрывая свою помощь, не получая почет и отдачу в виде благодарности, в этот момент гасится гнев Бога на тебя, но если ты даешь взятку, чтобы искривить суд, то есть если ты за взятку хочешь, чтобы была несправедливость, вроде тоже даешь и тоже в тайне, да, то есть интересно, как работает, да, то есть когда ты даешь помощь в тайне, то ты гасишь гнев Всевышнего, когда ты даешь взятку в тайне и, казалось бы, ты выигрываешь, на каком-то этапе, первое, ты выиграл, искривил суд, но на тебя идет гнев Бога и на втором этапе ты можешь проиграть, потому что поступил неверно. Это мы закончили на прошлом уроке. Сейчас у нас 15-й отрывок такой. Симхали цадика сот мишпад вамихита лепуалей оведа. Значит, радость для цадиков, радость для праведников, когда делается суд. И крушение для тех, которые грешат, для грешников. То есть здесь идет та же история. Есть некий ход реальности. То есть цадик, он все время борется, праведник борется со своим злым началом, со своими вожделениями. Он утром встал на шахарит, на утреннюю молитву раненько. Он одел там филин, он кушает кошерное. Девушка его мимо прошла, он отвернулся. Все, он уже праведник, он в борьбе со своим злым началом. Он утро прошел, нигде не согрешил. Злодей, значит, он наоборот. В постели лежал до конца, потом вызвал такси. На шахарит, естественно, на молитву не пошел. Вызвал такси, не заплатил таксисту. Думает, ну класс, сэкономил, убежал, значит, не заплатил. Утро уже, ну, удачно прошло, сэкономил 50 рублей. Все. Потом, значит, в этот момент днем обед начинается на небе суд. Ну, например, да, на небе начинают рассматривать и бах, цадик, радость ему. Ему все радостно, он класс. Ему там, ну вот, хорошее настроение, ему прет. У этого злодея начинается, он утром нагрешил, ему начинается там не прет, здесь не прет, здесь таксист. Его там обматюкал, нашел его потом. Он в нем вышел покурить, вот этот таксист. А, вот он-то где, ему набил морду. Ну, понятно. То есть, начинает идти отдача на него. То есть, там, где праведник, у него спокойное сердце, он никого не обидел, ничего плохого не сделал. Он честный и прямой. В это время злодей, который с утра успел намутить, ему, значит, идет крушение. Понятно. Здесь, как бы, четко все нам рассказано. Это причинно-следственные связи, карма. Карма современным языком. Я сейчас посмотрел, вчера есть один там проект, где люди попытались вывести кармические законы. Вот они изучили там все религии, там все, и пытались вывести своим умом кармические законы. И я читал и удивлялся, думаю, ну зачем такой сложный путь? Вот все написано. Притча царя Соломона, Тора, то есть Бог сообщил в виде откровения, как все работает. Бери, изучай, делай. Зачем нужен вот такой вот какой-то путь, чтобы изучить то, что уже дано и написано? Дальше. Шестнадцатый отрывок. Шестнадцатый отрывок. Адам Туэ Медэрах Аскэль. Что человек с... Туэ это человек... Как бы... Туэ это ошибается с пути интеллекта. Бекаалер и Фаим Януах. Как переводят? Сбившийся с пути разума отдохнет сонными покойниками. Это такой перевод. Вот если взять перевод на русский язык. Я, видите, я с иврита читаю, как есть перевожу. А на русский переводчик, он, видно, не так перевел. И он перевел странно очень. Что человек, сбившийся с пути разума, отдохнет сонными покойниками. Что такое сонными, я не знаю. Теперь, что имел в виду царь Соломон? По мнению комментаторов, которые... Я иду по комментарию Малбим, Раши и Мецудат Давид. То есть я обычно изучаю три комментария. Прежде чем что-то объясняю из того, что я понял из этих трех комментариев. Значит, что такое Адам Туэ Медэрах Аскэль? Значит, есть, у человека есть вот здесь, вот в этом интеллекте, да, есть интеллект. Это коробка, грубо говоря. Это как операционная система. Называется интеллект. Общая среда. Теперь в этой среде есть хохма. Хохма – это божественная мудрость. Это аксиомы Торы, которые человек принял от пророков. Что такое добро, что такое зло, что правильно, что неправильно. Это аксиомы Торы, хохма. Есть бина – это причина следственной связи. Понять вещь из вещи. Это бина. Это логика. Качество ума, когда ты берешь какую-то информацию и из нее делаешь выводы. Правильные выводы, неправильные выводы. Но это уже как бы производство ума. Это логика. Дат – это когда тебе что-то видно очень четко. Или тебе абсолютно ясно, как божий день, что какая-то информация верна. То есть ты в этом убедился. Это называется да. Три свойства разума. Теперь сехль. Сехль – то, что здесь говорится. Сехль – это свойство разума, способность изучать и исследовать абстрактные вещи. Абстрактные вещи, которые нельзя ни пощупать, ни потрогать. То есть когда начинает интеллект, заходит туда то, что называется каббала, сферот, Маосе мерковат, как Бог управляет миром, Маосе берешит, как Бог создавал мир. Когда человек устремляет свою мысль вот в те абстрактные вообще вещи, за которых не пощупаешь, и никто их пощупать не мог и увидеть не мог в наше время. То есть это все интеллектуальные абстрактные вещи. То есть если человек Адам, значит, как написано, Адам, 16-й отрывок, человек, то Эмидерах, он сбивается с пути вот этого Аскеля. Аскеля это вот этого вот. То есть если человек заходит туда, в каббалу, то капец. То есть он-то может потеряться, если у него нет устойчивого фундамента, конкретных знаний Торы, конкретного соблюдения заповедей, конкретного в этом мире привязанности к добру и управления своими эмоциями и всем. Почему нельзя было каббалу учить до мужчин, может учить только мужчина после 40, полностью устоявшийся, потому что те, кто заходят в каббалу и начинают там лазить, это как те, которые едят ЛСД. То есть никогда не знаешь, куда ты выйдешь и что с тобой дальше будет. То есть можно реально потеряться, проводочек отойдет и все. И поэтому в сонме Беккаль и Рефаим Януах, в Каале это общество. Рефаим это покойники, но есть просто покойники. Рефаим это какие-то неудачные покойники, которые, ну то есть, которые есть покойники, которые лежат в покое, а Рефаим здесь это покойники, которые, ну вот непрекаянные такие покойники, которых не пускают нормальным покойникам. Так вот эти вот, тот, кто уходит в эту каббалу, и он, знаете, вот этот есть Лайтман, который говорит, что соблюдать заповеди не обязательно. То есть они вдруг туда уходят, и они вдруг начинают говорить, что заповеди-то не обязательно, типа чем вы тут в этом мире занимаетесь. И если человек входит вот в эти ошибки, да, когда он начинает отрицать заповеди, в этот момент он выходит из вечной жизни. То есть ему кажется, что он стал самый крутой, продуманный такой и просвещенный, а походу он просто оторвался, и будет он отдыхать в сообществе неудавшихся покойников. Знаете, есть удачные покойники, а есть клуб неудачных покойников. В общем, вот так вот объясняют наши комментаторы вот это множество покойников. Вот мир отсылут, Татьяна Величкова, вот именно сформулировала это правильным языком, мир отсылут полон опасности, сказала Татьяна Величкова. И именно это я имел в виду, что вот тот вот мир отсылут полон опасности, да. И поэтому, если вы хотите быть в хорошей компании после смерти, то будьте осторожны в мире отсылут, пожалуйста, не сбивайтесь с пути. Хорошо, теперь двигаемся дальше. Семнадцатый отрывок, семнадцатый отрывок звучит так. Иш, Максор, Оэв, Симха, Оэв, Яэн, Вешэман, Ло Яашир. Значит, здесь нас царь Соломон возвращает из этого мира отсылут, из абстрактности, он возвращает нас в реальность. И он говорит, человек, который любит радость, казалось бы, да, радость, чем еще в этом мире заниматься, как не радоваться. Он говорит, но человек, который любит радость, он будет ему недостаток. Иш, Максор, ему будет недостаток. Тот, кто любит радость. А тот, кто любит вино и мясо, он не разбогатеет. Теперь, что имеется в виду? Вообще, все в этом мире гоняются за позитивными эмоциями. То есть, все, что человек делает в этом мире, он делает, чтобы чувствовать себя хорошо. Он гоняется за состоянием удовольствия, радости, счастья. То есть, вся деятельность людей посвящена только одной цели. Найти и удержать вот это состояние радости. Теперь тот, но надо всегда помнить, что за любую радость нужно, у каждой радости есть обратная сторона медали. Рождается ребенок, как знаете, родился ребенок, люди собрались на обрезание, все радуются, а один стоит плачет. Он ему говорит, его спрашивают, а что вы плачете? Он говорит, плачу я, что с каждой минутой этот прекрасный ребенок уже приближается к смерти. То есть, он же уже с каждым часом, с каждым вдохом человек приближается к смерти. Ему говорят, слушай, но есть время радоваться, есть время печалиться. Так, сейчас время радоваться и так далее. Понятная идея. То есть, когда человек, он только что-то получил, и тут же уже дых, а мечты уже нет. То есть, раньше у него была мечта, и он стремился, а он получил, уже у него мечты нет. И он уже опасается, что сейчас вот это состояние пройдет, радость, и он его потеряет. Все в этом мире непрочно, ненадежно, если говорить про этот мир. И все, вся радость этого мира, ее обратная сторона, печаль и потеря. Поэтому тот, кто гоняется за радостью, у него всегда будет недостаток. Почему? Потому что пока он гоняется за радостью, у него нет радости. Когда он получил радость, он ее тут же потеряет. Это просто нам царь Соломон объяснил, как бы, структуру реальности. Так оно работает. Теперь и дальше он нас опускает на самый такой простой уровень. Из мира Ацелут мы переходим в мир, какой здесь мир, Осия, мир действия. И, значит, он говорит, ну, а если ты хочешь получать удовольствие от мяса и вина, то, что принято, нет радости без мяса и вина, то ты знаешь, за это придется заплатить чем? Что ты не разбогатеешь. Потому что если ты гоняешься за удовольствием, и ты эти удовольствия получаешь самым простым, доступным таким способом, мясо и вино, то, что будет обратная сторона, ты не разбогатеешь. Потому что те люди, которые разбогатели, они обычно шарашат прямо день и ночь. То есть они преодолевают много сложностей, страданий, работают. Они такие все прямо, им все время не хватает, все время им мало. Все. Понятно, да, идея? Теперь, дальше. А шарим ушла? Теперь дальше. В 18-й отрывок. Значит, куфер ли цадик раша, куфер ли цадик раша, в этахат и шарим богет. Значит, дословно переводится в 18-й отрывок так. Итак, искупление для праведника злодей, и вместо прямых измените, богет это измените, измените. Теперь, в чем здесь прикол? В чем прикол? Значит, вот мир как устроен. Есть, Бог создал мир для проявления себя. Теперь в этом мире он проявил себя как человек, то есть он создал первого человека как проявление себя, как свое, как бы отражение в этом мире, но дал вот этой вот биороботу. Человек это настоящий биоробот, которого создал Бог, и которому он дал внутрь программное обеспечение, как мы сейчас опасаемся искусственного интеллекта. Люди говорят, а кто его знает, мы сейчас его создадим, а что он придумает, а вдруг он против нас пойдет. Вот это то же самое, Бог создал человека, биоробота такого, как мы сейчас клонируем людей, и уже создаем, там овцу создали, там еще кого-то, да, но овца там это овца, а уже начали клонировать людей, представляете, то есть создавать таких биороботов. И когда Бог создал биоробота человека, то тогда он дал ему возможность, он дал ему возможность выбирать, свобода выбора. И вот, значит, дальше, но идея такая, что когда человек выбирает, как бы он себя осознает, как своего создателя, то есть он говорит, что я на самом деле, это он, это Бог. То есть во мне есть вот эта главная часть меня, это божественная душа, а вот это вот моя, как бы, программное обеспечение, мое тело и мой разум, которые меня ведут в другую сторону, это правила игры. Я сейчас их должен победить и направить по пути, который мне Бог указал. Тогда я попадаю в резонанс с божественным замыслом, и тогда мир двигается по той схеме, в которую Бог ее и придумал. То есть мир, этот мир борьбы и получения награды, и Бог хочет, чтобы те, кто выиграли в этой гонке, бах, на следующем уровне получили там счастье и счастье, любовь, ну, то есть награда, да. Это по-простому, если очень. Теперь в каждом поколении есть 36 праведников, заслугу которых существует мир. Есть всего лишь 36 ключевых фигур в каждом поколении, которые полностью посвящены Богу и которые держат этот мир на своей праведности. То есть они реально, как бы, являются проявлением божественным в этом мире. От них идет свет, и их заслугу, представьте, всего 36 человек, существует вся вселенная, 7,5 миллиардов людей. Теперь, если, ну, эти 7,5 миллиарда, вот как говорят, вот есть, каждый народ достоин своего правительства. Но правительство-то управляет народом. Получается, если народ был, как с дома Амора, преступники, то у них и правители были преступники, и в итоге все пострадали. Если есть страна, где народ такой преступники, то они выбирают себе, какое правительство? Преступников, и тогда весь народ получает, ну, то есть правительство это отражение, отражение того, какой народ. Но потом, когда, вот по этому отражению видно, значит, видно, какой народ, да, по правительству видно, какой народ. Потому что если это правительство вступает в противоречие с народом, что делает народ? Скидывает правительство. Если он его не скидывает, значит, все нормально, то есть есть равновесие. Это интересно, что я это вчера понял, очень у меня сильно было такое вчера озарение, что все, что происходит в жизни человека, это его отражение. Это у него есть тоже вот этот вот центр, который я, вот то, какой я. Если что-то не клеится, что-то не работает в семье, в работе, в детях и так далее, это проблема у тебя. То есть это внутренняя твоя проблема, что у тебя есть что-то внутри тебя, что не работает. И ты можешь сколько угодно на отражение, ну, отражение себя, ругаться, злиться, нервничать, переживать и так далее, но оно не исправится, пока не исправишься ты внутри. Это как бы... И это же касается правительства. Теперь, значит, теперь дальше. Дальше вот эти вот садите, они, они праведники, они держат весь мир на себе. Что написано здесь в 18 отрывке? Искупление для праведника злодей, и вместо прямых идут богет, это измените. Значит, когда идет на мир раздача, то или погибают праведники, и они искупают своей смертью весь мир, или же идет раздача на нижние уровни на злодея вместо праведника. То есть, сейчас у меня был какой-то пример очень хороший, когда вместо праведника подебал злодей. Ну, самый яркий пример это Аман и Мордыхай. То есть, Аман, он злодей, он хотел уничтожить Мордыхая. В итоге, на той же виселице, на которой он хотел уничтожить Мордыхая, был повешен Аман. То есть, когда Бог гневается на праведника, но праведник, он своим каким-то действием может искупить, искупить, ну там, шву, сделать шву, раскаяться и так далее. Но вот этот гнев Бога, он падает на кого? Он падает на злодеев. Интересно, что я читал, когда был грек золотого тельца, то Бог сказал, я этот грек на вас, я сохраню, сохраню, там написано. То есть, я сейчас вас прощаю, но он висит над вами. То есть, вот этот гнев Бога, он висит над... То есть, он хотел разгневаться, праведник так сделал шву, все. Но уже было, постановление было вынесено. И, значит, я слышал, что, даже не слышал, читал в одной там древней книге, что было, когда Гзира была в Напулем, вот это, да, в Вавилоне, была Гзира, постановление, чтобы уничтожить всех евреев. Но потом, в последний момент, оно перевернулось, и уничтожили, наоборот, Аман, его сыновья, и 75 тысяч самых таких злодеев, наоборот, их уничтожили. Но Гзира-то все равно было, постановление было уничтожить еврести народ. И оно висело, висело, висело. И потом, есть в Медиле, в Медиле, в Медиле-Адестер, есть там, в первом перете есть большая буква «Хэт», измененная буква, а в последнем перете есть в Атихтов большая буква «Таф». «Хэт» и «Таф» — это «Таф-Хэт». «Таф-Хэт» — это была резня Богдана Хмельницкого, когда потом была эта резня «Таф-Хэт», когда в Украине вырезали 300 тысяч евреев. И в последней главе Пурима было написано, и написано, и произойдет эта история Шенит, второй раз. То есть, что вот это постановление висело, висело, висело. И в момент, когда была какая-то там, ну, против еврейского народа была какая-то раздача, то это постановление, опа, оно упало именно в этом году. «Таф-Хэт» — это был 5408 год. Понятно, да, идея? В общем, смотрите, есть процессы общие, есть процессы частные. И общие процессы тоже всех нас касаются. И, значит... Ладно, последний, последний отрывок, он очень-очень такой важный, важный, касаемый ежедневной жизни каждого из нас. Значит, он звучит так, 19-й отрывок, что лучше сидеть в земле пустынной, чем жить, чем женщина, жена, медианит, сварливая и гнев. Значит, до этого нам было написано в отрывке, в отрывке было написано, значит, в 9-м отрывке было написано, что лучше сидеть на краешке крыши, чем жена сварливая и дом друга. Это было написано у нас в каком отрывке, в 9-м. Как нам объяснили тогда, что когда человек живет, у него есть друзья, и у него есть жена. Если жена сварливая, то она устроит так, что он переругается со всеми друзьями. Вернее, не он, а она переругается со всеми друзьями. Будут конфликты, и лучше уйти с ней. Куда уйти? На краешек крыши. Но уйти с ней, потому что жена важнее все равно, чем все друзья. И даже если она сварливая, то жена важнее, чем друзья. Но здесь написано, что... Смотрите, как написано. Значит, лучше сидеть в земле пустынной, сидеть в земле пустынной, чем жена сварливая и гнев. То есть, объясняют Малбим и другие комментаторы, что если она просто с ними ругается, это плохо, но лучше уйти. Но если возникает все время гнев на базе вот этих вот скандалов, конфликтов, то лучше убежать от нее в пустыню, потому что самое страшное, что есть, это гнев. Но я как бы подумал над тем, что здесь написано. У нас есть в конце притчи последняя глава, как бы окончание этой книги, самая главная, как бы ее суть, это кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. Эшитхаэль Мимса. То есть, каждую субботу, каждую пятницу вечер, евреи поют мужья, дети поют женам и девочкам, поют эту песню, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуга. Но объясняется, мы дойдем до этого места, объясняется, что жена, это не всегда жена. То есть, это одно из объяснений, это жена. А второе объяснение, что жена это интеллект человека. Потому что, как жена является половиной человека и является его отражением, эзеркэнэгдо, то есть, она является внешним отражением того, кем человек является. И отношение с женой, это полное отражение того, какой человек, ну то есть, как бы жена дается человеку, как тот, кто является его половиной, и тот, кто отражает его суть. Но второе объяснение, что жена – это интеллект. И вот здесь, если понять это, если мы посмотрим на это как интеллект, то самое страшное – это гнев. Самое страшное в человеке – это гнев. Написано, что АКОЭСБЛЕБО – тот, кто гневается в своем сердце, как будто бы служит идолом. То есть про гнев написано – гнев уничтожает здоровье, гнев уничтожает там все. И тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. То есть гнев – это страшная вещь. Теперь, понятное дело, если мы рассмотрим это как жена, то нужно убежать в пустыню. Но если это интеллект, и если посмотреть на ситуацию, а почему жена гневается, то есть это ты. Первое, что жена гневается, потому что ты не можешь с ней настроить отношения. Это раз. Второе, что если жена – это интеллект, то куда нужно убежать? Пока ты не можешь разобраться со своим гневом, живи в пустыне. То есть пустыня – это ты должен уйти как бы из своего, из своей картины мира, уйти туда, где была дарована Тора. Почему Тора была дарована в пустыне? Пустыня – это безжизненное пространство. То есть почему человек гневается? Ему не нравится мир, ему не нравится ситуация, ему не нравится, как кто-то поступил, как кто-то сказал. Ему на вот этом вот стыде, мне не нравится реальность, и она не вписывается в мои ожидания. Возникает гнев. Если этот гнев у тебя возникает, который сжигает тебя же, и твои отношения, и твою же реальность, то лучше тебе что сделать? Уйти из этой своей придуманной реальности. Куда? В пустыню. То есть обнулиться. И пока месты не научишься воспринимать мир такой, какой он есть, и не гневаться, а воспринимая его, менять, может быть, и хочешь меняя, хочешь не меняя, хочешь... Но ты должен первым делом создать мир внутри себя, создать вот этот вот шлымут принятия, благодарность, вот то состояние, которое является настоящей реальностью, и только потом ты можешь из этой реальности выходить во взаимодействие с женой, с друзьями, с бизнесом и так далее. Потому что выходить, и как живут люди, они целыми днями гневаются. То есть посмотришь, вот человек с утра выходит из дома, и он уже раздражен. Раздражен, потом в гневе, потом просто раздражен, потом плачет, потом вечером набухался, значит, и лег спать. Это не жизнь. Жизнь — это спокойствие, это мир, это внутреннее состояние, которое... То есть нужно делать минимум действия. Большинство людей бегают за внешним, чтобы поймать внутреннее. А нужно, наоборот, поймать внутреннее, и потом потихонечку, потихонечку из этого внутреннего состояния мира, любви и совершенства выходить во внешнее, по чуть-чуть. Если внешнее вызывает у тебя раздражение, так не выходи, зачем тебе нужно это? Понятно, да, идея? Все. В общем, я считаю, что давайте сделаем выводы. Сегодня получилось длиннее, чем обычно. Значит, первое, что очень важное, да, очень важное, что мы сегодня узнали, это значит, что, ну, как всегда, что нужно быть честным, что нужно быть праведным, что злодеям будет конец, хорошим людям будет хорошо, что не надо лезть в мир от силут и в абстракцию, а что нужно, и не надо особенно стремиться за радостью, а нужно не стремиться за ней, а просто радоваться. И нужно не стремиться получать радость от мяса и вина, а просто радоваться тому, что ты есть. И, значит, и что еще? И уходить в пустыню, то есть обнулить свое восприятие мира, если у тебя есть хоть чуть-чуть каоса и гнева в душе. Все. Жду ваших выводов, чтобы было у вас все хорошо, с Божьей помощью, чтобы был шалом, мир, радость, любовь внутри, независимо от внешних обстоятельств. Когда вы создадите себе внутренний этот шалом, чтобы вы передавали его другим людям. Все. Удачи, успехов и прекрасного дня. Пока. Всем здоровья.